В Адыгее сотрудниками Управления ФСБ России по Республике Адыгея совместно с оперативниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции регионального МВД пресечена противоправная деятельность 65-летнего руководителя организации. Следственными органами установлено, что с апреля по октябрь 2023 года подозреваемый, занимая должность директора некоммерческой организации Фонда капитального ремонта многоквартирных домов, получал от руководителей подрядных организаций, с которыми были заключены контракты, незаконное вознаграждение. Тем самым около 550 тысяч рублей 65-летний директор получил за подписание документов о приемке работ без фактической их проверки. В настоящее время следственными органами Адыгеи возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 290 УК России получения должностным лицом взятки за незаконные действия и по пункту В части 5 статьи 290 УК России получения взятки в крупном размере. В отношении всех работодателей подрядных организаций также возбуждены уголовные дела за дачу взятки. Сотрудники госавтоинспекции Адыгеи установили водителя иномарки грубо нарушившего правила при съезде с моста. В ходе мониторинга сети интернет с сотрудниками госавтоинспекции выявлена видеосъемка грубого нарушения правил дорожного движения, размещенное в одном из мессенджеров. В данной публикации демонстрировалось, как неустановленный водитель иномарки выехал на полосу встречного движения на запрещающий сигнал светофора по улице Дорожной поселка Яблоновского Тахтамукайского района. В ходе проверочных мероприятий сотрудникам полиции удалось установить личность водителя и задержать его. Им оказался 20-летний житель города Краснодара. Кроме того, госавтоинспекторы установили, что молодой человек никогда ранее не получал в установленном порядке водительские удостоверения в подразделениях госавтоинспекции. В настоящее время в отношении правонарушителя составлены административные протоколы за управление транспортным средством водителем, не имеющим права управления транспортом, за проезд на запрещающий сигнал светофора, за выезд на полосу, предназначенную для встречного движения. Автомобиль изъят и помещен на специализированную стоянку. Правонарушитель привлечен к ответственности. Сотрудниками профильного подразделения полиции Адыгея совместно с оперативниками регионального управления ФСБ разработан и реализован комплекс мероприятий, направленный на изобличение противоправной деятельности двоих жителей города Майкопа в возрасте 21 года и 29 лет. Для задержания подозреваемых оперативники ФСБ и сотрудники полиции провели специальную операцию. Автомобиль, на котором передвигался один из подозреваемых, госавтоинспекторы Адыгеи, остановили на участке автодороги Майкоп-Адыгейск-Бжедук-Хабль-Услабинск-Кореновск. В машине сыщики обнаружили сверток с неизвестным порошком. Осмотровые мероприятия продолжились и в съемной квартире подозреваемых в Майкопе. В результате проведенной работы полицейским также удалось обнаружить фасовочные материалы, весы и зип-пакетики. Все изъятое сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков направили в экспертно-криминалистический центр при МВД по республике Адыгея. Его специалисты, проведя исследование, установили, что изъятым оказалось запрещенное наркотическое средство синтетического происхождения – мифедрон общей массой около 600 граммов. Необходимо отметить, что фигуранты планировали реализовывать наркотики бесконтактным способом путем осуществления тайниковых закладок. Молодые люди задержаны в порядке ст. 91 УПК России и водворены в изолятор. Следствием полиции Майкопа возбуждено уголовное дело.